Так же, как и мы пришли сюда, к подмежью горы Синай, я уверен, мы уверены, что ответ Божий придет к вам. И именно на этом месте Моисей говорил с Богом, если твое присутствие не будет с нами, тогда не выводи нас отсюда. Другими словами, это середина между обетованной землей и Египтом. И нет смысла идти в обетованную землю, если Бог не сопровождает Свой народ. Даже если Господь дает благословение за благословением, ничто не может быть больше, ничто не может быть важнее, чем Божий Дух и Его присутствие. И с Божьим присутствием, с Его Духом приходит Его величие. Это то, что Он делает. Бог велик, и величие Божие приходит в жизнь каждого, кто слушает и послушан этому Слову. И вся история Израиля, особенно история, которая произошла с Моисеем, повторяется в истории церкви, в истории христианства. И мы научились и видим на примере героев веры прошлого, что вера – это не чувство. Вера – это не какая-то эмоция. Вера – это Дух Божий внутри нас. Например, мы сейчас на этом месте находимся, вы, кто смотрит на нас, вы не чувствуете, и вы не можете ощущать того, что мы чувствуем. Потому что сейчас такой ветер, холодный ветер мы ощущаем, который здесь дует, и кажется, что все хорошо. Но мы знаем, что этот свежий воздух, который сходит с горы Синай, это гора Синай, он символизирует этот ветер, символ Духа Святого. Но, когда Иисус говорит, происходит, происходит, если не сейчас, то спустя какое-то время, завтра, послезавтра, без сомнения, произойдет. Так и Слово Божие. Когда человек верит в Слово, оно не через ощущение или какую-то приятную эмоцию приходит. Знаете, это не эмоциональное что-то. Вера, которую Бог дает нам, это Дух Святой. Например, мы сейчас здесь находимся, ехали тысячи и тысячи километров, очень далеко, для того, чтобы быть на этом месте. Место очень удаленное, и вокруг ничего нет. Мы как в пустыне и камне кругом. Камень и кусты. Больше ничего. Но это место является постоянным доказательством Божьего присутствия. Вы думаете, Он забыл о горе Синай? Вы думаете, Бог забыл, что гора Синай существует, что однажды Он сошел на нее? Это что-то видимое. Таким же образом и наша вера. Мы не видим Бога. Мы не чувствуем Бога. Я, например, нет. Но я имею уверенность, что Он на этом месте сейчас. Почему сейчас Он на этом месте? Потому что мы здесь. Именно из-за этого, когда мы уедем, опять останутся одни камни. И не будет Божьего присутствия. Но из-за этого единства веры, когда мы соединяемся, собираемся здесь, Бог вместе с нами приходит, чтобы подтвердить ваши жизни, там, где вы находитесь. И когда Моисей говорил и спорил как бы с Богом, если ты не пойдешь с нами, мы не уйдем отсюда. Была вот эта вот дискуссия, эта битва с Богом. Я говорю битва, которая не против, но битва, как у Якова была битва. И мы имеем эту уверенность. Это наша личная уверенность. Мы знаем, что произойдет. Должно произойти. Тогда, мои друзья, то, о чем ты говорил, Рената, о Моисее, я вспомнил, что Моисей, он был Божьим лидером, мужчиной, который был наполнен Божьим присутствием, лицом к лицу с Богом говорил. Но когда народ Израиля просил воды, и не было воды, здесь нет воды, нет воды здесь, тогда они жаждали воды и стали жаловаться, роптать. Моисея, нет воды. Он тоже разгневался, потому что народ не доверял, что Бог выше всего и обеспечит, и обеспечит все их нужды. Тогда Бог сказал Моисею, иди и говори, Бог сказал, говори со скалой, с этой скалой Мерива, и она даст воду тебе. И Моисей в этом гневе из-за бунта народа взял свой посох, хотя Господь не просил брать и к скале дотрагиваться. Он сказал, говори, Моисей, скажи скалей, но он два раза ударил по скале и сказал, выйдет ли вода отсюда? И что это такое камень? Камень – символ Иисуса. Иисус – это скала, это камень. Когда говори, проси, говори с этим камнем, с этой скалой. Мы нуждаемся в воде, скала. Господь Иисус – это скала, этот камень. И хорошо то, что этот камень открыл для нас, как этот ветер, который мы чувствуем. Бог здесь сейчас, Иисус с нами и с вами также. И неважно, чувствуете вы или не чувствуете его присутствие. Это неважно. Важно то факт, то, что написано, зарегистрировано. И когда Моисей ударил два раза по камню, подтекла вода, поток. Но Бог был в гневе на Моисея, потому что он не просил у Моисея бить камень, а говорить с этим камнем. И это то, что мы делаем по всему миру. Мы говорим. Говорим что? Говорим о камне, об Иисусе. И этот камень, из этого камня, от Иисуса, должна течь вода, чтобы вы пили, где бы вы ни находились сейчас. Должна течь вода для решения ваших проблем. И Иисус сказал, говори, говори о Моем Слове, проповедуй Евангелие и все. Наша задача, наша работа – это передавать людям Слово. Слово. Только Слово. Слово, как этот ветер, который мы чувствуем. Вы не видите его. Может быть, мы чувствуем этот ветер, но, знаете, Слово дает жизнь. Там, где находят веру в Него, там, где находят согласие со Словом, если вы согласны сейчас, Божий Дух сходит на вас в этот момент. Мы будем делать молитву. Но до того, как мы помолимся, мы будем говорить с этим камнем за вас. И если вы верите, и вера – это согласие, вы согласны, я согласен. Только это. Не нужно быть достойным, не нужно быть из нашей церкви обязательно, не нужно быть тем, кто такой хороший, добрый, всем помогает. Нет. Необходимо согласие со Словом Божиим. И когда Моисей не согласился со Словом, не послушал Слово Божие, Бог сказал ему, «Ты не прославил имя Мое пред Моим народом, поэтому не войдешь в обетованную землю». И Моисей не мог войти в эту землю. Тогда, мои друзья, мы здесь для того, чтобы применять Слово Божие. это Дух, это Вера, это Бог в Духе, как этот ветер. Ты не можешь дотронуться, но можешь замечать Его существование, потому что это Слово Божие. И начиная с момента, когда вы соглашаетесь с этим Словом, вода течет из этого камня, от Иисуса приходит то, в чем вы нуждаетесь. Может быть, это исцеление, может быть, это освобождение. В чем бы вы ни нуждались, говорите с камнем. И этот камень принесет и даст вам то, в чем вы нуждаетесь. В прошлом Бог использовал Моисея, говори с камнем. Сейчас Бог любого человека использует, который с этим камнем будет говорить во имя Господа Иисуса Христа, получит то, что Он обещал. Это и есть вера. И эта вера, мудрая вера, потому что вы опираете вашу веру на Слово. Только это. И это Слово, однажды выйдя из Божьих уст, реализует то, в чем вы нуждаетесь. Мои дорогие, Бог настолько велик. Вы знаете, в прошлом Он использовал Моисея, лидера. Сегодня Он использует любого человека, который будет провозглашать Его Слово. И будет послушен Его Слово. И будет следовать за Его Словом. Это наша вера. Мы здесь, потому что Слово Божие нас сюда привело. Это намного больше, чем то видение, которое здесь мы видим. Намного больше, чем те ощущения, которые мы испытываем. Это Слово. Слово, как воздух. И это очень здорово. Слово. Только Слово. Как написано, Дух Божий сказал, да будет свет. Он сказал, и все. И произошел, появился свет. Бог говорил с Моисеем, а сегодня Он с вами говорит. Если ты согласен со мной, это Слово совершит, так что твоя мечта реализуется во имя Господа Иисуса Христа. Моисей имел Слово, а мы имеем и Слово. Мы имеем Слово Иисуса, имя Иисуса, и мы имеем Дух Иисуса. Дух Святой сейчас сходит на вас во имя Иисуса Христа. Сейчас, где бы вы ни были, и не важно, глаза ваши открыты или закрыты, не важно, если вы чувствуете или не чувствуете, во имя Господа Иисуса Христа пейте эту воду живую, которой есть Дух Святой, потому что Дух Божий, Аллилуйя, Дух Всевышнего Бога, Он на нас и на всех тех, кто верит в Него. Он на нас, потому что мы верим в Него, и Он на вас, потому что вы верите в Него. Он на всех, кто верит в Его Святое Слово. Слава Богу! Тогда давайте поговорим с Богом во имя Иисуса Христа. Давайте соединим нашу веру вместе. у нас флаги всех тех стран, всех стран мира, где Церковь, Храм Духа Святого открыт, и мы будем говорить с Богом для того, чтобы святое, когда эта молитва совершится, чтобы вода, она сошла на вас, и чтобы вы утолили вашу жажду. Мой святейший Отец, мы здесь, у этой горы, как свидетели живые, свидетели того, что произошло в прошлом, у этой горы. Моисей говорил с камнем, и из него потекла живая вода. И мы также здесь, мой Отец, для того, чтобы взывать за Твой народ по всему миру. Где бы люди не находились сейчас, мы соглашаемся с Твоим голосом, мы соглашаемся с Твоим Словом, и от этого камня исходит вода, вода, которую люди хотят пить, Твой Дух, мой Отец, во имя Иисуса Христа. Где бы эти люди не находились, где бы эта молитва не была услышана Твоими слугами, там будет течь вода из этого камня и утолить жажду тех, кто имеет эту жажду. Мы просим у Тебя во имя Господа Иисуса Христа, мой Отец. Господь, Ты сошел на эту гору, сойди также и на Твой народ в этот момент. По всему миру, во всех странах, где кто-то вместе с нами соединяется в этой вере, пусть этот человек дома, может быть, или в больнице, или даже в заключении, пусть излияние Духа Твоего происходит, как Ты, мой Господь, утолил, жажду Твоего народа, который тек из этого камня, пусть эта вода жизни течет для всех тех, кто живет в этой вере в Твое Слово, пусть будет наполнен Твоим Духом сейчас, будет наполнен Духом Святым, тогда примите эту воду жизни во имя Господа Иисуса Христа. Господь, Ты знаешь каждое сердце, Ты знаешь, что мы хотим, Ты знаешь, что мы ищем, чтобы имя Твое было прославлено по всей земле, и несправедливо, мой Отец, чтобы Ты, такой великий и всемогущий Бог, несправедливо, чтобы величие Твое было ограничено только лишь небесами. Нет, мой Бог, Ты настолько велик, настолько велик, и Твое величие должно быть видимым не только в камнях и горах, не только через звезды, но в жизни тех, кто опирает свою веру на Твое Слово. Тогда сейчас пусть происходит излияние Твоего Духа, не потому, что мы просим, нет, но потому, что имя Твое должно быть прославлено по всей земле, должно быть прославлено, и будь, что будет, я прошу Тебя, Господь, чтобы Твое имя изливалось через Дух Свой, чтобы слава Твоя по всей земле, имя Твое по всей земле, Твое величие по всей земле должно произойти, должно произойти, должно произойти, Отец, как в прошлом произошло, Твое величие, Твои чудеса, которые люди видели в прошлом, мой Отец, и сегодня в наше время пусть произойдут эти камни свидетели Твоего величия, но мы хотим, мой Господь, чтобы Твой народ из всех народов был свидетелем Твоего величия, Твоей славы, Твоего Божьего имени, потому, что Ты Господь, Ты Бог, мы просим и взываем к Тебе, мы умоляем сейчас, чтобы Господь произошло, потому, что если этого не произойдет, мы потеряем все, Господь, если это не произойдет, если это не будет произведено, если это по всей земле не распространится, куда мы Твое слово отправляем, Господь, тогда мы самые несчастные на земле, тогда, мой Бог, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, сходи в славе Твоей, мой Бог, сейчас на Твой народ, на Твою церковь, по всему миру, во имя Иисуса Христа, на всех тех, кто соглашается с Тобой, потому что Твой голос всемогущий, и пусть этот голос, пусть Твое всемогущее слово будет явлено, покажи, мой Бог, исполни в этот момент, пусть излияние сверхъестественного Твоего Духа произойдет, даже там, где, мой Господь, животные, может быть, дома слышат, пусть они будут с уважением и почтением относиться к Твоему присутствию, к тем, кто наполнен Духом Твоим, пусть, мой Господь, прославится и возвеличится имя Твое по всей земле, начиная с этого момента для всех во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь и слава Богу.